Всем привет дорогие друзья! Конфигурация трассы в Барселоне уже приучила нас к тому, что гонки здесь получаются далеко не самыми зрелищными. Нет большого количества борьбы, мало мест для обгона, а результат по сути определяется лишь тактикой и чистым темпом. Ну и как вы понимаете, в этом году все прошло точно по такой же схеме. А с учетом того, что FOM как и в прошлом году продолжает душить ролики с итогами, я долго думал, стоит ли вообще выпускать этот обзор. И посмотрев множество интервью пилотов, новостей и записей радиопереговоров, решил, что даже в настолько скучном заезде все равно были моменты, о которых стоит рассказать подробнее. И в первую очередь, сделать это для того, чтобы зрители понимали реальные причины результатов, показанных разными гонщиками, и не создавали о них ошибочного мнения. Поэтому, как обычно, рекомендую подписаться на канал, чтобы не пропустить и другие ролики. Желаю приятного просмотра и начинаем! Итак, давайте по порядку. Первым необычным эпизодом за весь уикенд стала авария Эстебана Акона во время третьей практики. Уходя на медленный круг, француз получил сообщение о том, что позади него едет Магнусен, которого стоит выпустить вперед. Акон выполняет эту просьбу и, двигаясь дальше, продолжает смотреть в зеркала, чтобы не помешать другим гонщикам. Однако, через несколько метров после обгона, Кивин бросает свой круг и резко замедляется. Эстебан не ожидал такого развития событий, и пытаясь избежать столкновения в последний момент, он теряет валид и отправляет его в стену. После завершения сессии, оба пилота были вызваны к судьям, однако те довольно быстро вынесли решение признать этот инцидент гоночным и никого не наказывать. Но, как это обычно и бывает, на восстановленной машине показывать высокие результаты по ходу оставшихся заездов трудно, поэтому сначала Акон уступил Киме Райканину в квалификации, при этом ехав на более мягком типе резины, а в гонке был очень далек от очковой зоны. Одним из его главных соперников в воскресенье был Даня Квят, выступление которого, как обычно, вызвало множество обсуждений среди наших болельщиков. На этот раз россиянину удалось квалифицироваться чуть лучше относительно своих ранних результатов, однако он все еще далек от темпа, который показывает его напарник. Как обычно, все ожидали обратного уже по ходу гонки, но имея возможность свободного выбора шин, Квят начал заезд на самом мягком типе резины, а учитывая, что стартует он крайне аккуратно и не часто отыгрывает позиции на первых кругах, такое решение вызвало множество вопросов, но после публикации радиопереговоров стало ясно, кто именно был его инициатором. Возможно, в Альфа-Таури надеялись на повторение стартов Даниила в Сильверстоуне, но очевидно, что там Квят отыгрывал позиции в первую очередь потому, что стартовал с конца пелетона, борясь с машинами, которые серьезно уступают в темпе, но на этот раз он начинал конку двенадцатым, и ближайшими соперниками были болиды уже из равного дивизиона, поэтому чем было мотивировано решение команды использовать красные шины на первом отрезке, остается только догадываться. В целом, Даня провел боевой заезд, но этого не хватило для того, чтобы прорваться в очки. А вот кому в очередной раз удалось справиться с грамотным выбором стратегии, так это Себастьяну Феттелю. Причем фразу, что справился именно он, нужно воспринимать в прямом смысле этого слова, ведь по ходу этого гран-при мы снова увидели наглядную демонстрацию того, за что же так любят стратегов Феррари. Полную запись переговоров можно послушать вот в этом ролике, но вкратце могу сказать, что меня поразило, над каким количеством информации Себу приходится думать параллельно пилотируя болид. Неудивительно, что в таких условиях он периодически теряет концентрацию и допускает ошибки, но на этот раз все закончилось благополучно, и проехав 37 кругов на софте, по итогу он финишировал седьмым, и абсолютно заслуженно стал пилотом дня. А вот столкнуться с техническими проблемами в этот раз пришла очередь Шарля. Проходя последнюю шикану, он слишком сильно атаковал поребрик, отчего его болид подбросила в воздух, а приземлившись, машина просто отключилась. Честно говоря, у нас было две проблемы. В последнем повороте у меня выключился не только двигатель, но и вообще вся машина. Задние колеса были полностью заблокированы, и ни я, ни команда не знали, что конкретно произошло. Я попытался завести двигатель, но ничего не происходило. В итоге я снял ремень безопасности и уже собирался вылезать из болида. Но команда попросила меня попробовать завестись в последний раз, и неожиданно это сработало. Но так как я ехал без ремней, мне, естественно, пришлось сойти. Зная этот факт, Фиа почему-то проигнорировала его, и абсолютно никак не наказала Леклера. Но вот что судьи не могли пропустить, так это два эпизода с синими флагами. Например, Чега получил 5 секунд вот за это. Второй жертвой аналогичной ситуации стал Даня Квят. А единственной аргументацией со стороны судей было заявление Майкла Масси уже после гонки. Еще после первой гонки в Австрии мы подробно обсуждали с гонщиками ситуацию, касающуюся синих флагов, и все сошлись во мнении, что наказание за них стоит ужесточить. В Барселоне мы впервые увидели это решение в действии на примере двух гонщиков. Безусловно, правило допускает некоторую свободу действий в зависимости от ситуации на трассе и положении других машин. Но эти двое превысили все возможные пределы, поэтому о них было доложено стюардам. К сожалению, эти самые пределы нам, как обычно, не показали. Но будем верить, что наказания действительно были вынесены справедливо, а не просто для напоминания обсуждения, которое проходило полтора месяца назад. Еще одной темой для обсуждения я бы выделил ситуацию в Рэдбул. В начале гонки Макс Ферстаппен был крайне недоволен тем, что несмотря на свои просьбы, команда заставляет его оставаться на трассе и не зовет в боксы. Запоминаем этот факт, а теперь рассмотрим ситуацию с Албаном. Я выдвигал уже множество теорий о том, почему же Алексу не удается навязать равную борьбу Максу, и проанализировав все последние гонки, заметил еще одну очень интересную тенденцию. Практически на каждом гран-при команда зовет тайца на пидстоп первым из всего пелетона. Естественно, возвращаясь на трассу, он попадает в трафик, ведь в начале заезда машины все равно идут не так далеко друг от друга. Пытаясь вернуть позиции, он ввязывается в борьбу, убивая свои шины и просто теряя время. Благодаря чему другие пилоты, относительно которых Рэдбул пытается провести андеркат, остаются лишь в плюсе, и имея преимущество по резине до конца заезда, просто не дают Алексу подняться на высокое место. На эту идею меня подтолкнуло заявление самого Албана, которое он сделал после гонки. Кто-то может сказать, что идя на Рэдболе, да еще и на свежей резине, гонщики на более слабых машинах и старых шинок вообще не должны быть проблемой, и их можно обгонять как стоячих. Но теперь вспоминаем ситуацию с Максом, который тоже жаловался на износ покрышек и просто уже орал на своего инженера, требуя заезда в боксы, даже несмотря на выезд в трафике. Как видите, команда всеми правдами и неправдами все-таки заставила оставаться его на трассе, чтобы проведя остановку, он не вернулся позади других машин. А почему? Да потому что вся современная Формула-1 завязана на экономии. Надо беречь шины, надо сберегать топливо и по возможности избегать лишней борьбы непосредственно на трассе, так как это лишь отнимает у тебя время. Так тогда почему команда делает все для того, чтобы один пилот не попадал в такую ситуацию, а другого, который, кстати, еще во время Гран-при Венгрии жаловался инженеру на то, что тот выпускает его в трафик, вы собственноручно кидаете в самое пекло абсолютно в каждой гонке, а потом еще и удивляетесь, почему он не может идти в темпе Макса. Я согласен с тем, что на данный момент Алекс уступает Ферстаппену и по личным навыкам, и даже в равных условиях вряд ли смог бы навязать ему серьезную борьбу. Но по крайней мере, коллектив мог бы помочь уменьшить ту пропасть, которая образовалась между результатами их пилотов, а не нагнетать обстановку и еще и давить на своего пилота психологически, постоянно упрекая его в отставании. Как бы то ни было, оставляйте свое мнение в комментариях и напишите, что вы считаете реальной причиной проблем Албана. Последним интересным моментом, на котором стоит остановиться, является выступление Карлоса Саенса. Точно так же, как и в прошлом году, после неудач в начале сезона, испанец наконец-то добивается хороших результатов у себя на родине. Не знаю, удастся ли ему полностью повторить тренд чемпионата 2019 и начать номинировать в средней группе до конца года, но по крайней мере можно с уверенностью сказать, что в Барселоне на него действует какая-то особенная аура. А с учетом того, что в этот раз гонка проводилась при пустых трибунах, то поговорку «дома и стены помогают» можно понимать в прямом смысле. Что касается всех остальных, то ничего принципиально нового мы не увидели. Хэмилтон в очередной раз уверенно побеждает, Боттас проваливает старт и финиширует позади Ферстаппина, Рейсинг-Пойнт потихоньку начинает вырываться в лидеры средней группы, Хас в очередной раз чуть не выбивает Альфа-Ромео, смещаясь в зоне торможения. Ну а механики Вильямса вновь развлекаются во время интервью своих пилотов. Но в общем-то окончательные результаты говорят сами за себя. Начиная с четвертого места, отставание исчисляется уже не секундами, а кругами. Ну в принципе стандартная Барселона. Не знаю сколько на этот раз продержится этот обзор, но в любом случае призываю вас поддерживать его лайками, а проект подписками. Кстати, все удаленные ролики есть в группе ВКонтакте, поэтому не забывайте переходить и туда. Ну а также все желающие могут помочь проекту финансово, перейдя по ссылке в описании или нажав на кнопку спонсировать прямо на ютубе. Увидимся с вами уже в СПА. Ну а на сегодня на этом все. Удачи!